Добрый день, меня зовут Самбат Алиханян, я являюсь практикующим юристом, стаж более 12 лет, у меня юридическая компания, занимаюсь юридическим бизнесом. Одно из направлений моего бизнеса это регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей иных форм бизнеса, так сказать. Также я занимаюсь возвратом налогов, у меня есть онлайн-сервис по возврату налогов, ассистентплюс.ру, где мы помогаем людям реализовать свое право на возврат оплаченного государству налога на доходы физических лиц. Законодательством на сегодняшний день предусмотрено несколько способов регистрации бизнеса, так называемого. Назовем два самых распространенных. Первое, это регистрация бизнеса или предпринимателя в качестве индивидуального предпринимателя, такая форма. И второе, это регистрация юридического лица. Вот две самые распространенные формы. Юридические лица, в свою очередь, тоже подразделяются на несколько видов. В этом году государство, Российская Федерация, предоставила гражданам право регистрироваться в качестве самозанятых. То есть это, можно сказать, тоже третья форма для ведения бизнеса законно. Что необходимо тут рассказать? Для того, чтобы начать вести любой бизнес, необходимо определиться с той организационной правовой формой, в которой вы будете вести бизнес. Разделим два направления. То есть это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Как же понять, кем вы хотите быть? Индивидуальный предприниматель – это тот бизнесмен, который осуществляет свою деятельность и отвечает за все последствия своего бизнеса самостоятельно, собственным имуществом, который не нанимает на работу более 10 человек и осуществляет свою предпринимательскую деятельность в рамках того режима налогообложения, который он выберет. Про это мы расскажем чуть-чуть позже. Юридическое лицо – это компания, которая осуществляет предпринимательскую деятельность. Ее может создать один человек для ведения бизнеса, назначить туда руководителем другого человека. Она без ограничений каких-то может осуществлять деятельность. Не по количеству денежных средств ограничений не имеет, ни по количеству работников, ни по масштабу бизнеса, так сказать, ограничений не будет. При этом еще один важный момент, что в данном случае по всем обязательствам этого бизнеса ответственность лицо, создавшее бизнес, несет лишь в тех суммах, которые передало в уставной капитал этого предприятия. И имеются, конечно, оговорки в законе, когда учредитель юридического лица может нести какие-то последствия в отношении себя и собственным имуществом, но это, опять же, является оговорками и в исключительных случаях, когда юридическое лицо не может ответить по своим обязательствам. Как правило, вид деятельности тоже влияет на форму регистрации. Законом, конечно же, предусмотрены случаи, когда деятельность может осуществляться только в форме юридического лица. Но таких видов деятельности очень мало. Это виды деятельности, которые, как правило, являются лицензируемыми или подлежат особому контролю. В связи с этим установлены ограничения, связанные с формой организационно-правой. Поэтому я бы сказал, что фактически больших ограничений нет. К примеру, осуществление капитального строительства может производиться только юридическим лицом. Но проведение ремонтных каких-то работ или иных работ в сфере строительства может производиться исключительно, может производиться и ИП без каких-либо проблем. На самом деле это очень просто. На сегодняшний день политика государства направлена на максимальную либерализацию этих процессов. Поэтому у нас сейчас различным образом стимулируется самостоятельная регистрация бизнеса. Поэтому государство предоставляет все необходимые рычаги для этого. Давайте тоже по порядку. ИП и юридические лица. Первое. ИП. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, гражданину или не гражданину, необходимо прилагать для этого никаких усилий. Со своим паспортом он может прийти в налоговый орган по месту жительства. В каждом городе это один налоговый орган. Если говорить о Москве, это 46-я налоговая инспекция. Он может туда прийти и написать заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Заплатить сбор, госпошлину за это. И через три дня уже быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Никаких дополнительных документов ему предоставлять не нужно. После того, как он будет зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он должен открыть в банке счет. Счет не физического лица, а это специальный счет индивидуального предпринимателя, через который он осуществляет все операции. Больше того, хочу еще дополнить, что на сегодняшний день определены процедуры такие, где он может без расходов, даже без оплаты госпошлины, которая составляет 800 рублей, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, даже не выходя из дома. Существуют сервисы налоговой службы, где любое физическое лицо, имея авторизованный аккаунт, то есть если он пошел в МФЦ и авторизовал свой аккаунт на госуслугах либо в налоговую инспекцию, он может в онлайн-режиме подать документы на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, то есть оформить в онлайне заявления и отправить их онлайн в налоговую. И после этого через три дня на электронную почту к нему придут уже документы о регистрации индивидуального предпринимателя, и он уже с этого момента сможет осуществлять свою деятельность. Поэтому по сути все очень просто. Теперь о юрлицах. Процедура регистрации юрлиц немного сложнее. Сложность связана с тем, что это более серьезная организационная правовая форма и требует каких-то знаний. В первую очередь я бы хотел рассказать о перечне документов, которые необходимы, чтобы зарегистрировать юридическое лицо. Первый документ, наверное, самый важный, это решение об учреждении. Если несколько учредителей у этого юридического лица, это протокол общего собрания учредителей, в котором они приняли тоже решение об учреждении этого юрлица. Законом определены требования к этому документу. Эти требования тоже достаточно просты. В этом документе должно быть указано, какая организационно-правовая форма юридического лица, где это юридическое лицо должно будет находиться, какие в этом юридическом лице органы управления, и каким образом будет производиться государственная регистрация, кто будет подавать. После того, как соблюдены все эти требования, утверждается устав юридического лица также в этом решении. Устав определяет правила работы этого юридического лица, если говорить простым языком. То есть это основной документ, который определяет структуру юридического лица, органы управления, порядок принятия решений, порядок распределения прибыли, имущества и тому подобное. Очень важный вопрос. После того, как мы утвердили устав, нам нужно определиться с местом нахождения этого юридического лица, так называемый юридический адрес. Закон определяет, что юридическим адресом юрлица должно быть то место, где будут храниться учредительные и финансовые документы этого юридического лица. Поэтому юрадрес может быть как по месту жительства руководителя, иногда это применяется, но я считаю, что это неправильно. Либо в любом месте, где будет находиться это юридическое лицо и осуществлять фактически свою деятельность. После того, как мы утвердили устав юридического лица, определились с юридическим адресом, в отношении юридического адреса требуется тоже документ, гарантийное письмо. То есть, либо от собственника помещения, либо от того, кто им сейчас владеет. О том, что в случае, если будет зарегистрировано это юридическое лицо, по этому адресу будет находиться его орган постоянно действует, что этому юридическому лицу будет передано в аренду это помещение. Либо, если они планируют купить эту недвижимость, договор о намерениях приобрести какую-то недвижимость. Вот это основной пакет документов. И, конечно же, заявление по специальной форме, которое определено налоговой инспекцией об учреждении этого юридического лица. Весь этот пакет документов в таком же порядке, как и в отношении ИП, подается в налоговую инспекцию. Оплачивается госпошлина за регистрацию юридического лица, которая составляет 4 тысячи рублей. И также через три рабочих дня государство принимает решение о регистрации этого юридического лица и вы вправе осуществлять свою деятельность. В отношении юридических лиц также определена процедура онлайн-регистрации. И имеется возможность через сервис налоговой инспекции эти документы подать и получить точно так же в электронном виде, не ходя даже в налоговую инспекцию. И также от уплаты госпошлины те лица, которые подают через онлайн-сервисы, также освобождены. Для того, чтобы определить организационную правовую форму, необходимо ответить на несколько вопросов. Первый вопрос – это, конечно же, уровень дохода, который предполагается. В отношении, вот мы уже говорили, да, есть самозанятые. Для того, чтобы стать самозанятым, не требуется произведение особых процедур, да, можно в онлайн просто одно заявление отправить в налоговую и стать самозанятым. Не требуется открытие дополнительных счетов в банках, не требуется подача ежемесячной отчетности и так далее и тому подобное. То есть, естественно, самозанятые – это удобно, это просто, и для человека это не вызовет каких-то неудобств. Основной момент – есть ограничение, да. То есть, это ограничение связано с оборотом не более 200 тысяч рублей в месяц в отношении самозанятых. Если доход их не превышает эту сумму от осуществления предпринимательской деятельности, то, конечно же, лучше выбрать такую форму. Если же доход больше, то, конечно же, это ИП, в чем связано большее количество бюрократии, да. Это первое – это отчетность, которую нужно подавать в налоговую инспекцию ежеквартально, да, отчитываясь о своих доходах. Второе – это определение формы налогообложения. Вот тоже важный вопрос, да. У нас в государстве есть такой налог, как налог на добавленную стоимость, который достаточно сложно рассчитывать. Для его расчета требуется профессиональный бухгалтер, да, который обладает там определенными навыками. Либо выбор иной формы, да. То есть, есть возможность выбрать упрощенную систему налогообложения, которая тоже устанавливает определенные ограничения, связанные с оборотом. Но я думаю, что индивидуальные предприниматели не все, редко выходят за эти суммы. Поэтому на упрощенной системе налогообложения из оборота платятся 6% и, как бы, это вроде бы проще, да. Но, наверное, существуют ограничения по работе там с… в практике по работе с теми предприятиями, которые работают на общей системе налогообложения, то есть на этих… на НДС, да, 20%. Но еще необходимо отметить один вариант. Индивидуальные предприниматели имеют право приобрести патенты. Есть такое понятие. Что такое патент? Это когда предприниматель заявляет о том, что он будет осуществлять предпринимательскую деятельность в определенной сфере и платит фиксированную платеж за этот патент. И тем самым, можно сказать, если говорить простым языком, что налоги он государству уже оплатил. То есть существует фиксированная сумма. Да, один раз он платит за год. За год платеж, да, налоговый, грубо говоря, плата за патент. И никаких налогов ему больше платить не нужно. Отчеты, естественно, всегда нужны. Да, то есть от отчетов никто не освобождал. Даже самозанятые раз в год обязаны отчитываться государству о тех суммах и той деятельности, которую осуществляют. Институт самозанятых только вот сейчас, в этом году, появился. Как говорит государство, что, конечно же, стаж будет засчитываться. Каким образом это будет работать, мы еще не знаем, но наверняка, да, то есть самозанятые, если ты официально зарегистрирован, ты оплачиваешь соответствующие налоги, то этот стаж будет зачислен в общий стаж по профессии, да, и будет исчисляться, будет учитываться при начислении пенсии. Ну, пока мы еще не можем об этом как-то однозначно говорить, в связи с тем, что институт вот только вот начал работать. Плата за патент, да, конечно же, она фиксированная, плата за патент, в зависимости от вида предпринимательской деятельности, которую он осуществляет. То есть существует перечень, да, то есть не по каждому виду деятельности можно приобрести патент, но существует перечень видов деятельности, и даже сумма платежа по каждому виду деятельности отличается. Да, конечно. Он же платит налоги, и в эти налоги включены все необходимые платежи. В первую очередь, для того, чтобы зарегистрировать ИП, необходимо прочитать все инструкции, связанные с порядком подачи документов в налоговую инспекцию. То есть существует форма заявления о регистрации индивидуального предпринимателя. Она, с одной стороны, достаточно простая, но для кого-то обывателя может показаться сложной. Поэтому на сайте налоговой инспекции есть подробная инструкция по заполнению заявлений. И для того, чтобы не споткнуться на первом шаге, необходимо эту инструкцию изучить и оформить заявление именно в том порядке, в котором указано в этой инструкции. Это первое. Далее. Ему необходимо определиться с режимом налогообложения и, исходя из этого, осуществлять свою деятельность. То есть это либо общая система налогообложения, либо упрощенная система налогообложения. Главное понимать основы и не принимать решение, что, в принципе, можно это делать абсолютно все самостоятельно, все время. То есть если на первых стадиях возможно это делать самостоятельно, с помощью банков. Потому что сейчас при открытии счета в банке, если твой оборот не превышает определенную сумму, банки предоставляют возможность расчета налоговой нагрузки. То есть банк сам определяет. Ты сообщаешь банку о том, какая у тебя налоговая нагрузка, то есть о системе налогообложения. И банк автоматически делает расчет налога и предлагает тебе оплатить этот налог. Положение о возврате налогов касается именно возврата НДФЛ, касается физических лиц. Законом определено в отношении физических лиц. Да, существуют случаи, когда возможно вернуть налоги, те, которые оплатил излишне, излишне оплаченные индивидуальным предпринимателям. Когда государство принимает эти налоги к зачету в счет будущих платежей, либо может вернуть. Но это такие индивидуальные случаи, я не могу сказать о какой-либо системности и такой возможности. Армения входит в Евразийский экономический союз. Соответственно, в отношении граждан Армении подлежат применению все процедуры, так же, как и в отношении граждан Российской Федерации. Поэтому каких-либо дополнительных требований закон в отношении граждан Армении не предъявляет. Но с точки зрения практики существуют определенные ограничения. Какие ограничения? Первое – это язык документа. То есть перед тем, как начать любые процедуры регистрации юридического лица, необходимо перевести документ, удостоверяющий личность, на язык государства, где ты находишься. То есть в данном случае Российская Федерация. После того, как появился перевод официальный, нотариальный, подтверждающий, в котором будет указано все на языке русском, он также вправе использовать все сервисы, онлайн-сервисы, пойти в налоговую, зарегистрировать ИП, либо юридическое лицо, быть учредителем юридического лица, руководителем. Никаких ограничений нет. Поэтому с помощью всех этих сервисов и процедур можно быстро тоже зарегистрировать, тоже получить патент и тому подобное. Нет, каким-либо образом это не отражается на предпринимательской деятельности, кроме того, что он должен законно находиться на территории России. То есть существуют миграционные ограничения по срокам пребывания, по необходимости наличия регистрации по месту жительства. Поэтому эти все требования, конечно, необходимо учитывать. А так, иных ограничений, связанных с введением бизнеса, конечно, нет. Да, могут быть вопросы, связанные с получением дивидендов, получением дивидендов в России, либо за ее пределами от введения предпринимательской деятельности. Но это уже, наверное, частные вопросы, которые надо дополнительно разбирать и изучать. ИП – это намного проще вид, форма предпринимательской деятельности. Поэтому закрыть ИП достаточно просто. Необходимо убедиться в том, что все налоги государству оплачены, написать заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. И это ИП будет закрыто. Единственный нюанс здесь, что если появятся вопросы, связанные с недоплаченными или недоначисленными налогами, в данном случае государство вправе будет взыскать эти налоги с физического лица. И это его обязанность. В отношении компаний и юридических лиц эта процедура чуть-чуть сложнее, потому что процедура ликвидации юридического лица предполагает формирование реестра обязательств этого юридического лица, формирование реестра кредиторов, дебиторов, более долгую процедуру в виде двух месяцев объявлений в средствах массовой информации о том, что это юридическое лицо ликвидируется, утверждение в налоговой инспекции ликвидационного баланса, который отражает все обязательства, в том числе и по налогам. Поэтому процедура ликвидации юридического лица чуть-чуть сложнее, занимает, как правило, от трех до шести месяцев и связана с возможностью налоговой инспекции осуществить выездную проверку на этой стадии для того, чтобы убедиться, что это юрлицо выполнило все свои обязательства перед тем, как ликвидироваться. Но с того момента, как это юрлицо ликвидировано, никто из учредителей, руководителей ответственность за обязательства этого юрлица уже впоследствии не несет. На самом деле, является он ИП, либо юридическим лицом. Процедура получения денежных средств одинаковая. То есть, конечно же, есть возможность получать деньги наличными, но при этом у него должна быть онлайн-касса. Сейчас, в этом году, это наиболее актуально. Что такое онлайн-касса? То есть, это инструмент передачи в онлайн-режиме, в налоговую инспекцию, информации о совершенных операциях, или о полученном доходе. Это онлайн-касса, сейчас существует, это уже, наверное, больше о механике, каким образом это происходит. То есть, через онлайн-кассу фиксируется доход, человеку выдается после этого чек, а денежные средства подлежат инкассированию на счет. Все зависит от объема этих денежных средств, и от объема, наверное, и от того вида деятельности, которым человек занимается, от специфики. Для того, чтобы понять систему работы предпринимателей, конечно же, необходимо пользоваться онлайн-сервисами. Это, в первую очередь, онлайн-сервис госуслуг, в котором есть полный спектр. Онлайн-сервис налоговой инспекции, которые тоже имеют в свое приложение, которое можно скачать, и в котором будет отражена вся информация, как про физическое лицо, так и юридическое. Также имеется на сайте налоговой, имеется личный кабинет налогоплательщика, как юридического лица, так и физического лица, в котором отражается вся информация об оплаченных налогах, о существующей задолженности по налогам. Есть возможность подачи онлайн-отчетов, и все, что, в принципе, нужно предпринимателю. Поэтому, наверное, если рекомендовать, то можно рекомендовать только вот такие бесплатные сервисы. Конечно же, существует множество платных сервисов, которые оказывают эти услуги, агрегаторы различные по типу контура, и 1С, и тому подобное. Самый главный плюс стать самозанятым – это работа в рамках правового поля. Это невозможность привлечения вас к ответственности за эту деятельность. Это первое. Второе – это оплата налогов государству и возможность в будущем получения социальных гарантий государства, которые государство обещает, в том числе и пенсионного обеспечения, которое поэтапно, наверное, придет к тому, что пенсия все-таки будет связана с тем размером, который мы отчисляем государству. И третье, наверное, так как ремарка, что любую деятельность, которую мы осуществляем, я как юрист с уверенностью могу сказать, что необходимо осуществлять законно. При осуществлении этой деятельности законно у вас есть достаточно инструментов, чтобы защитить свои права. Можно даже взять в пример ситуацию, когда с вами не рассчитались по обязательствам, а вы незаконно осуществляли свою деятельность. Соответственно, у вас не будет возможности или прав защитить свои законные требования и потребовать компенсации от того, кто нарушил свои обязательства перед вами или не оплатил за вашу оказыванную услугу, к примеру. А если человек будет зарегистрирован в качестве самозанятого или предпринимателя в любой форме, то весь спектр государственной защиты и инструментов государства он может всегда применить к себе. Как заявляло наше государство, то есть это как раз самозанятые для этого было придумано. Для того, чтобы вот такие лица, которые сдают свои квартиры в аренду, иные объекты, они могли показать свой доход и делать это легально. Все зависит от суммы. То есть если ваша сумма не превышает эти 200 тысяч в месяц, то, конечно же, платите, регистрируйтесь в качестве самозанятых. Если сумма превышает, то это уже ИП. Никакой роли это не играет. Это уже, наверное, больше банковские требования и те требования, которые предъявляют банки. Но, наверное, юридическим лицам, наверное, выделяют большие средства для осуществления деятельности в связи со спецификой. А так, конечно, практика показывает, что для того, чтобы получить какой-либо кредит в банк, в кредитном учреждении, он должен быть обоснован. У вас должно быть четкое понимание, под какие цели этот кредит берется, какой доход принесет этот кредит, и в течение какого срока вы реально сможете его вернуть. Я считаю, что, не имея четкого этого понимания, кредиты брать не стоит. Ну, в этом случае есть понятие такой несостоятельности гражданина, в том числе и юридического лица. Есть понятие, когда лицо, как физическое, так и юридическое лицо, не может осуществить расчет по своим обязательствам. Это понятие называется одним словом банкротством. Он может объявить себя банкротом. Это судебная процедура. Он объявляет себя банкротом, подтверждает, что у него есть обязательства, но в сегодняшней ситуации у него нет возможности рассчитаться. И это влечет определенные последствия. То есть у него, естественно, он должен подтвердить, что у него нет никакого имущества, которое может обеспечить исполнение этих обязательств, что у него нет источников дохода. И его признают банкротом. С этого момента он будет претерпевать ограничения, связанные с этим статусом. Но с него взыскать уже ничего не смогут. Также и в отношении юридических лиц тоже применима такая процедура. Но необходимо отметить важный момент, что есть понятие субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам юридического лица. Поэтому, если в ходе проверок будет установлено, что решение учредителей юридического лица привели к тому, что юрлицо оказалось в такой ситуации, что оно является банкротом и не может отвечать по своим обязательствам, законам предусмотрена процедура субсидиарной ответственности. То есть, кроме того, что все имущество юридического лица будет направлено на исполнение обязательств, так и взыскание может быть обращено на имущество учредителя, как физического лица тоже, чтобы погасить все эти обязательства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok